Сочи разработают стратегию развития города, ее скоординируют с новым генпланом курорта. К каждому району свой день недели. В мэрии будет утвержден новый план работы с районами. Посейдон на работе. В Сочи начал действовать один из самых современных комплексов по прочистке труб. Лыжи и сноуборды бесплатно. Поезд «Лыжная стрела» отправится в Сочи в декабре. Итоги летней туристической кампании подводят на Кубани. В столице детского отдыха России Анапе краевое совещание провел губернатор. В зале собрались главы районов, представители федеральных и региональных органов власти. Основными темами для обсуждения стали организация отдыха в небольших гостиницах, доступность пляжей и использование водной акватории арендаторами. Вениамин Кондратьев отметил, что только общими усилиями можно повысить привлекательность кубанских курортов и сделать так, чтобы у гостей региона было желание вернуться в Краснодарский край. В этом году здравницы Азова-Черноморского побережья приняли более 15 миллионов человек. В лидерах – Сочи и Анапа, на долю которых приходится третья часть всех отдыхающих. За 9 месяцев региональный бюджет благодаря туристам пополнился более чем на 6 миллиардов рублей. Кубань готова принимать отдыхающих и в межсезонье. Около 600 отелей, гостиниц и санаториев планируют работать в осенне-зимний период. Сочи разработают стратегию развития города. Ее скоординируют с новым генпланом курорта. Об этом сегодня говорили на совещании в администрации города. Его в Сочи провел заместитель губернатора Краснодарского края. В совещании по вопросам бюджетной и экономической политики Сочи приняли участие профильные министерства и ведомства города и края по объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Кубани. Курорт сегодня занимает второе место среди всех 44 муниципальных образований региона, озвучил статистику вице-губернатор Игорь Калась. Еще по целому ряду показателей курорт сегодня дает цифры выше среднекраевых, но потенциал для развития еще есть. Есть 15 показателей, по которым мы характеризуем любое муниципальное образование. Практически по всем на сегодняшний день Сочи занимает места выше среднекраевых. Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса – это не единственный приоритет. И я хочу обратить на внимание то, что мы выделили на стратегии. Это, конечно же, строительство, это жилищно-коммунальная сфера и, конечно, транспортный комплекс. Сочи сегодня – это, конечно, уже достойный конкурент крупным и европейским центрам и по политическому весу, и по экономическим перспективам. В городе нужна стратегия. Стратегия именно та, которая будет воспринята обществом, бизнесом. Мы можем одновременно и стратегию социально-экономического развития разрабатывать, и одновременно ее увязывать с актуальной редакцией генерального плана. Существующий генеральный план курорта, то есть документ, на основании которого ведется планировка и застройка территорий, уже утратил свою актуальность. По поручению губернатора из краевого бюджета в следующем году выделят средства на корректировку генплана Сочи. Еще одна точка роста для социально-экономического развития курорта отметили на совещании – это более активное участие в госпрограммах. Наблюдалось за ряд лет, скажем так, недостаточное участие в государственных программах, на что глава города, собственно говоря, всем структурным подразделениям администрации поставил задачу на 2020 год войти максимально во все государственные программы, по которым происходит субсидирование из краевого бюджета различных направлений реализации мероприятий. Это позволит нам привлечь дополнительные ресурсы в бюджет города Сочи и реализовать многие социально значимые мероприятия и проекты. Также на совещании проанализировали работу мэрии в области закупок и рассмотрели направление оптимизации расходов местного бюджета. Еще одна из задач, поставленных руководством края – наладить системную работу по выявлению и погашению задолженности по зарплате на предприятиях курорта. Из 370 миллионов рублей по краю более 150 миллионов должны сочинцам. Каждому району свой день недели. Уже к понедельнику в городской администрации будет утвержден регулярный план работы с районами. Об этом заявил мэр Сочи во время обхода Барановского сельского округа. Первая точка – село Барановка. Жители обратились к Алексею Копайгородскому с просьбой обустроить на пустыре сквер площадью 2000 квадратных метров. Вот мы сегодня здесь находимся. Здесь вы что хотите видеть? Я понимаю, что детскую площадку. Достойный пешеходный переход нужно сделать, безопасный, чтобы дети переходили. Алексей Копайгородский посетил школу номер 44. До сих пор учебное заведение отапливается углем. Глава назначил сроки по переводу котельной на газ. Уже в следующем году здесь появится современная система отопления. На территории школы, помимо этого, есть еще несколько проблем. Отсутствие актового зала, детской площадки и недостроенный корпус библиотеки. Шефы учебного заведения сообщили, что существует разработанный проект изменения территории школы. Алексей Копайгородский заверил, что его всесторонне обсудят в администрации. А это уже верхний юрт. Глава города пообщался с селянами в Доме культуры. Здание нуждается в ремонте, а переулок Грушовы по соседству в освещении. Обращений к мэру у сочинцев было немало. Чтобы просьбы жителей не остались без внимания, было принято решение составить регулярный план работы с районами. С понедельника будет новая форма управленческая. Каждый день будет выдан отдельный район. То есть понедельник – это Лазаревка, вторник – это Центр, среда – это Хоста, и четверг – это Адлер. И вот вся ваша администрация, все ваши задачи от населения, все поручения, все наши отраслевые подразделения будут заниматься один день чисто одним районом. Чтобы не было пересечения. Заключительной точкой стал сход граждан в селе Барановка, где жители смогли задать интересующие вопросы. По каждому из обращений будет проведена работа и приняты меры. В сочи к работе приступил один из самых современных комплексов по прочистке магистральных канализационных и водопроводных труб. В основном его используют по ночам. Это полноценный комплекс, который состоит из машины и промывочного агрегата. Название – Посейдон. Принцип его работы – вода по шлангу через форсунку под высоким давлением распыляется внутри трубы, разбивая любые засоры и наслоения. Причем жидкость выходит под таким давлением, что можно делать прочистку труб диаметром до одного метра. Такие профилактические работы необходимо выполнять регулярно, чтобы сократить количество аварий. На канализационных магистральных трубах профилактику проводят раз в три месяца. При постоянном использовании канализационных коллекторов образуется осадок, который впоследствии накапывается. Чтобы избежать накопления осадка, мы постоянно делаем профилактические работы, а именно промывку данных коллекторов. Тем самым мы убираем этот осадок с труб, и канализационная система, канализационные трубы работают в нормальном гидравлическом режиме. Такие работы ведут по ночам, чтобы не мешать водителям. Так исторически сложилось, что все магистральные сети в Сочи идут по дорогам. Поэтому любое препятствие, а перекрывается, как правило, 50-метровый участок, может создать серьезную пробку. Плюс дело – это не быстрое. Прочистка одного участка занимает не меньше часа. В Сочи только один такой комплекс, еще один посейдон, как считают в водоканале, городу не требуется. Ведь он в первую очередь предназначен для прочистки труб больших диаметров, а на курорте таких немного. А вот для остальных подземных водоводов используются менее мощные агрегаты. Их у предприятия 14. И каждую ночь они заступают на дежурство. Новый комплекс планируют также использовать для прочистки дождевых коллекторов, а также в случае аварийных ситуаций. В Сочи похищены ливневые решетки и люки на 1 миллион рублей. За год украдено около 500 стальных и чугунных решеток и люков различных размеров. Об этом сообщают представители управления автодорог Черноморья, которые занимаются обслуживанием трех федеральных трасс в Сочи. Кражи происходят в основном вечером и ночью. Вес одного люка или решетки до 145 килограммов. Отсутствие такой защиты на дороге с разрешенной скоростью до 80 километров в час и более может привести к авариям. Поэтому установка новых люков и решеток происходит оперативно во время утренних объездов мастером участка. Дорожники провели расследование и на одном из пунктов металлоприемки обнаружили свои решетки. Имущество вернули, но факт того, что их принимают, пилят и перепродают, есть. Выявить злоумышленников удается, если момент кражи фиксирует объектив дорожной камеры. Таких случаев за год было всего несколько. Похитители получили условные сроки и возместили ущерб. В остальных случаях преступления не раскрыты. Дорожники просят жителей Сочи, случайно ставших свидетелями кражи, фиксировать все на камеру телефона и отправлять видео и фото через популярные мессенджеры специалистам. Номера телефонов вы видите сейчас на экране, а также они есть на нашем сайте fkt.com. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 12 октября в Сочи переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 20, 22 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 21. В Сочи за попытку провоза через границу краснокнижной рыбы осужден житель Абхазии. Три года условно с испытательным сроком на один год такой вердикт вынес Адлерский районный суд. Сотрудники краевого погрануправления задержали мужчину в марте. В ходе стандартного осмотра машины пограничники обнаружили среди личных вещей спрятанную рыбопродукцию. Как позже выяснилось, это особи особо ценных водных биологических ресурсов – белуга и русский осетр, что позже подтвердила экспертиза. Эти виды занесены в Красную книгу. Перевозить их через границу запрещено. В отношении иностранного гражданина за попытку контрабанды было возбуждено уголовное дело. Суд вынес обвинительный приговор, который вступил в силу. Среди автомобилистов будут искать хронических алкоголиков и наркоманов. Водители, получающих права и возвращающих их после лишения, обяжут проходить тесты на хронический алкоголизм и употребление психоактивных веществ. Соответствующий приказ принял Минздрав России. Уточняется, что автомобилисты будут сдавать анализ на наличие в крови карбогидрат дефицитного трансферина. Это маркер, который указывает на хронический алкоголизм. При обнаружении свыше 1,2% этого вещества будущего водителя направят в наркодиспансер, где его обследует врач-психиатр-нарколог. А вопрос о выдаче прав будет решаться с помощью инструментальных и лабораторных исследований. Также автомобилистов обяжут сдать мочу на анализ употребления психоактивных веществ – опиатов, канабиоидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата. Сейчас приказ Минздрава находится на регистрации в Минюсте. В Сочи обсудили заболевание глаз. Региональная научно-практическая конференция собрала ведущих офтальмологов Южного федерального округа. Они обменялись опытом и обсудили внедрение современных методов диагностики и лечения. В ходе конференции обсуждали весь спектр накопившихся в офтальмологии вопросов. Это необходимость совершенствования профессиональных навыков врачей-офтальмологов, обеспечение эффективного лечебно-диагностического процесса, а также внедрение современных технологий. Так, например, новые модели искусственных хрусталиков позволяют корректировать зрение при близорукости и дальнозоркости. А последние разработки стремятся к тому, чтобы обеспечить слабовидящим людям зрение, как у человека со здоровым хрусталиком. Одна из последних технологий уже используется в 4-й горбольнице Сочи. Это применение в хирургии стекловидной сетчатки и стекловидного тела, которая соединяет глаз с головным мозгом. Благодаря современному 3D-оборудованию проведение такой сложной операции стало не только возможным, но и способным вернуть зрение практически ослепшим пациентам. К сожалению, такого оборудования еще нет во многих больницах Южного федерального округа. И проблема оснащенности учреждений здравоохранения стоит на первом месте у многих офтальмологов. Больше тысячи общественников, деятелей образования и культуры, священнослужителей, казаков собрались в Краснодаре, чтобы обсудить вопросы патриотизма и духовных ценностей. Тема наследия и наследников победы в Великой Отечественной войне стала основной на юбилейных Кирилло-Мефодиевских чтениях. Участников конференции поприветствовали глава региона Вениамин Кондратьев и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Губернатор отметил, что только вчера край отпраздновал 76-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Именно вера и сила духа помогли нашим дедам и прадедам защитить свою малую родину и выстоять в войне. Наши деды и прадеды, которые эту великую победу завоевали, обладали самым сильным оружием в мире. Задумайтесь, начало войны, современнейшая по тем меркам фашистская армия, танки. Самые лучшие обрусцы вооружения и Советский Союз, только создавшийся самым главным оружием нашего народа, является, конечно же, сила духа. Сила духа, которая до сих пор непонятна ни одному другому народу в мире. Сила духа. И вот важно, чтобы сегодня у наследников Великой Победы вот эта самая сила духа тоже была. Можно силу-то в залах накачать и в тренажерных, и на стадионах. А если не будет духа, зачем эта сила нужна? В следующем году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вот почему так важна эта тема – Великая Победа наследия и наследники. Ведь побеждают в конечном счете не оружие, не технологии, не экономическая мощь, а сила духа. На чтениях обсуждали взаимодействие Русской Православной Церкви и Краевого Министерства Образования. В этом году в 120 пилотных школах стали проводить час духовности. Стоит отметить, что в Краснодарском крае основы православной культуры в качестве факультатива выбирают больше 90% учеников. Для сравнения, в Москве эта цифра едва превышает треть от общего количества школьников. Мы говорим о кризисах, порой политических кризисах, экономических кризисах. А ведь в основе, задумайтесь, в основе любого кризиса, политический либо экономический, лежит кризис духовности. Лежит кризис самих людей, сами люди, которые потеряли духовность. Проблемы в самой глубине нашего бытия, а когда уже они наступают, экономические, политические, это уже визуальное следствие, либо последствия наших глубинных, внутренних проблем. Только духовность делает человека человеком. Мы говорим о заповеди «Не убей ближнего своего». Но я думаю, нужно в первую очередь не убить в себе человека. Вот что сегодня нужно сказать. Не убить сегодняшним мальчишкам и девчонкам в себе человека. Чтение в этом году проходит в восьми секциях. В акциях участники обсудили взаимодействие церкви, вооруженных сил и казачества, духовно-нравственное воспитание в колледжах и техникумах, сотрудничество со средствами массовой информации. Особое внимание уделили противодействию попыткам переписывания истории. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Побыть наедине с морем могут посетители Сочинского художественного музея. Там сегодня открылась персональная выставка Сергея Бровкина под названием «Наедине с морем». В экспозиции около 40 морских пейзажей. Это невероятный простор для творчества, считает художник. Любой человек способен найти морскую картину себе по душе. Сергей Бровкин свой первый морской пейзаж написал в 1992 году. Работал фотографом и художником-портретистом на побережье Азовского и Черного морей. После долгих исканий вернулся в живопись как художник-марианист. Бровкин официальный представитель Российской ассоциации художников-марианистов. Выставка «Наедине с морем» будет открыта в художественном музее до 10 ноября. Первая лыжная стрела отправится в Сочи 20 декабря. Поезд Ростов-на-Дону «Роза Хутор» будет курсировать в период новогодних праздников и рождественских каникул. Пассажиры смогут бесплатно провести с собой лыжи и сноуборды. Состав будет ходить с 20 декабря по 7 января. И в ту, и в другую сторону отправление вечером, прибытие утром следующего дня. В пути поезд сделает остановки на станциях «Адлер», «Сочи», «Туапсе» и «Краснодар-1». Поезд будет сформирован из купейных, плацкартных и СВ-вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. Предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В Сочи состоится грандиозное закрытие сезона триатлона в России. В Олимпийском парке стартовали международные соревнования по триатлону «Айрон Стар». Более полутора тысяч человек из 16 стран выйдут на старт двух дистанций – Олимпийской и легендарной «Железной». Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 226 километров, почти 4 километра в плавь, 180 на велосипеде и 42 бегом. В рамках международного турнира состоится и чемпионат Краснодарского края по триатлону. Плавательный этап соревнований пройдет в бухте Эмеретинского форта. Маршрут велогонки стартует на курорте Эмеретинский, а затем уходит в горы по федеральной трассе «Адлер-Красная Поляна», которую 12 октября полностью перекроют для автомобилей. Беговой этап пройдет по набережной, улицам курорта Эмеретинский и Молу. Вместе со всеми на старт выйдут и пара атлеты – спортсмены с нарушением зрения, слуха и ампутации конечностей. В сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.